Приветствую вас, Татьяна, вы, конечно, молодец, большая, что обращаетесь за помощью, вот, вы большая молодец, что вы тревожитесь, но есть некоторые нюансы. Дело в том, что, с одной стороны, ваш ребенок сейчас переживает такой период, когда он очень сильно меняется, и для него очень важно быть частью чего-то большего, частью чего-то общего, вот, собственно, именно поэтому он и курит, вот, и... как у подростка, у него достаточно сильно развито сопротивление, то есть сопротивление на давление сейчас, если оно будет ощущаться ребенком, поэтому разговаривать здесь достаточно. По крайней мере, один раз мы поговорили, и, в принципе, все, на этом можно закончить, закончить. А, потому что, если разговор не помог один раз, то в последующие разговоры, они будут уже просто-напросто заострять внимание ребенка, на этом и ребенок уже будет просто, да, все больше и больше, как бы, в этом направлении двигаться, то есть запрещать, а он будет назло или противовес просто делать что-то необязательно, назло, вот, и ничего хорошего из этого не получится. И, конечно, с другой стороны, о-хэм... 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 о-э... о-э... Ну, курит, курит это дым, человек, когда. С точки зрения психологии, вот, принято считать, что, помимо, естественного, в данном случае, атрибута, отчасти чего-то большего, да, принадлежности в каком-то, ну, в какой-то социальной группе, что важно за ребёнком. Есть ещё элемент избегания и элемент потребности в любви в сигаретах, потому что избегание роды, дым я избегаю, теряю связь с реальностью, задымляю реальность, да, вот. А потребность любви, это, вот, оральное поведение, да, втягивание ртом дыма, это сосательный рефлекс, который идёт у нас из, как бы, ну, возраста грудного, когда ребёнок, значит, либо соска у него, либо, соответственно, период кормления грудью. Вот, и, в общем-то, у этого ребёнка могут быть вот такие проблемы, проблемы с принятием реальности и с любовью к себе. Поэтому я бы предложил сделать анализ отношений ваших в семье для того, чтобы подкорректировать ваше отношение, поведение между вами и вашим мужем, вот, отцом ребёнка и между вами обоими и ребёнком, потому что это важно, чтобы вы давали им то, что им нужно, чтобы вы не подкрепляли вот с этой стороны данное поведение. А потребность принадлежности к социуму, в принципе, ну, через вот такую форму пройдёт со временем, если у человека будут достаточно чёткие жизненные цели, если у человека будет достаточно чёткая и иерархическая структура ценностей, то здесь особо сложного ничего нет. Через это проходит очень много детей, современных, современных, вот, и, кроме того, более взрослым в обществе. Говоря более взрослым, я имею в виду молодым, но просто более взрослым, то есть не подростковым. Наоборот, курить сейчас уже больше тенденций, в тенденциях к тому, что не коммерциям, вот. Поэтому при наличии чётких ценностей у ребёнка и чётких целей, да, это пройдёт. И лучше, что вы можете сделать, это просто не застрять внимание, вот, не запрещать спокойно это принимать, чтобы ребёнок как можно быстрее пришёл к восприятию этого как чего-то утилитарного, как чего-то рутинного, вот, как чего-то совершенно обыденного, обычного, понимаете? Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Что меня тревожит как, ну, как специалиста, это, пожалуй, то, что вы пытаетесь объяснить ребёнку. То есть вы делаете, вы делаете упор на интеллект. Это ошибка. Потому что интеллект не всегда способен противостоять тем вызовам, которые им обращают жизнь. Знаете? Пока вот это всё. Сейчас вы уже, по сути, ничего не измените. У ребёнка уже, скорее всего, выработалась привычка. Вот, но смотрите, вы можете спокойно прикрыть материальную основу для вас, скорее. То есть перестар давать ему деньги на сигареты, чтобы он не покупал сигареты. То есть ваше право принять, даже не право, а обязан принять то, что делает ребёнок сейчас. Вот. Вы не вправе его ругать и требовать предстать. А, потому что это уже, это его выбор. Но, вы вправе не участвовать в этом. Этим самым, мотивируя, как бы, ребёнка на самостоятельное получение денег. Для хотя бы на сигареты. Вот. А так, если вы даёте ему деньги и при этом пытаетесь объяснить, что курить нельзя, ну, это выглядит странно. Такое двойственное отношение может, в принципе, быть основой для тяги к сигаретам. Потому что это такое стабильное, постоянное. По мнению мальчика. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго. Удачи. Внимательно. Отв factions успеть. Удачи. Удачи. Я pulp. Грустан. Рёд, брусарientôt фальт. Продолжение следует. К allen, звезда.